Книга «Открытым оком», 25-й том. Вопрос 3698. Тема «Разбор выступлений». «Вы раньше делали разбор вопросов и ответов патриарха Алексия, митрополита Кирилла и других. Есть ли еще рассмотрение чьих-то интервью или вопросов?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Считаю, что сказанного уже вполне достаточно, чтобы понять, что вожди слепые у слепой паствы не перевелись». Российская газета, 20 декабря 2007 года, страница 20-22. «Мы живем в мире подмен». Очень символичное название всей грамоты, какую несет архиерей. Трехчасовая беседа читателей газеты с архиепископом Белогородским и Старооскольским Иоанном в редакции российской газеты. На трех страницах помещены около 20 вопросов и ответов. Ни одного правильного ответа, одно лицедейство и кощунство. Газету сию мне принес член нашей общины глухонемой, и открыв страницу с двумя портретами лукавствующего архиепископа, показал пальцами на голове рога. Вот оценка рядового члена церкви, который читает Библию. А этот дядька с крестом на клобуке не знает даже того, что вполне разумеет глухонемой. Цитировать вопросы и ответы нет никакой возможности. Мусор. Как будто нет нигде никакого Христа, нет жертвы Иисуса на Колговском кресте. Будто бы этот так называемый архипаспель, выпустивший книжку «Любовь долго терпит», ни дня не сидел за Библией. И книжка сего любвиста пользуется якобы спросом. Да этот-то как раз и говорит, что его книжки ни одного человека не приводят ко Христу. Они могут только усыплять, баюкать, как губкой размазывая гной застарелых и неисцельных ран народа. Если пожелаете, можете сходить в библиотеку и прочесть. Или я могу принести вам на следующую встречу. Ни одного вопроса не решает прямо на основании Библии, а крутит по помойкам. И чего приходится ждать дальше? И язык Е 19.3. И вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу. Ел людей. Там же 34.6. Апостола Петра к язычникам призвали. И должен с ними он беседовал вести. Исполнился тогда апостол Петр печали. И не решился он к отверженным пойти. Не знал, как поступить. И с увлеченным ложью. И скверный, устрашаясь при боли и меча, не шел, чтоб возвестить святую правду Божью. И дома пробыл так он, сердцем и смягча. Но вот, с небес ему благое провиденье. Чтобы души его рассеять этот мрак, на крыше видит некое виденье. И тем дает Господь чудесный знак. И был виденьем тем смущен Христов служитель. Он понял, что ему невидимость небес, послал в Святой Завет Божественный Учитель, что он страдал за всех. И в третий день воскрес. И он пошел туда, куда его призвали. И сжег сердца людей его речей глагол. И только лишь когда Христа они познали, апостол с миром вновь из их страны ушел. Масленько.